Здравствуйте! С вами Прекрасные книги и я, Светлана Федотова. Субтитры создавал DimaTorzok «Поете замуж и уехать из города, который до боли напоминает Пермь. Но внезапно она оказывается в водовороте событий. Герои ее статей один за другим погибают. Сам роман в конечном итоге оказывается о выборе творческого человека – уехать или остаться, и чем, и в том и другом случае, платить. Роман был тепло принят столичными литературными критиками, но для нас, пермских читателей, автор приготовил изысканное развлечение – угадывать прототипы персонажей. Поэт Володеев, фокусник Данилин, хореограф Панфилов. Кто еще и в каком качестве попал в роман когда-то очень известной журналистке отдела культуры газеты «Звезда», а ныне известного писателя? Узнайте сами. В романе «Нашего земляка» Евгения Сапира «Никого впереди», который только что издан питерским издательством, пермских персонажей тоже хватает. Всеволод Борисович Ячменев. Как вы думаете, кто это? Но неузнаваемыми персонажами силен роман бывшего спикера Законодательного собрания и министра по делам национальности российского правительства. А знанием жизни, сюжетом, лихо закрученной интригой, по сути, эта книга – наш пермский вечный зов. Ействия разворачиваются на протяжении почти пяти десятилетий. Времена меняются, а вместе с ними и герои. Сам автор Евгений Сапира на серии презентаций, которые прошли в Перми, говорил, что этот роман о двух разочарованиях в советской власти и в рынке. А на мой взгляд, так это очень оптимистичная книга. Герои преодолевают все испытания с большим или меньшим успехом. Немаловажно и то, что книга хорошо написана, да и обложка отличная. Правда, на картинке что-то не так, как должно бы быть. Кто найдет, тот молодец. А тем, кто любит такие и подобные загадки и головоломки, в следующий раз мы расскажем о книге Дмитрия Чернышева «Чем заняться вечером с семьей на даче без интернета». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин